МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Довели по телефону до банкомата. Пенсионерки перевели мошенникам сотни тысяч рублей. Русский язык стал обязательным экзаменом при поступлении в вузы страны. Здравствуйте. В эфире вы смотрите Вестник Северодвинска в студии Сергей Курбан. На этой неделе высшие учебные заведения страны скорректировали списки вступительных испытаний. Такую возможность учреждениям дали в Министерстве образования и науки. Для абитуриентов это может обернуться серьезной проблемой, ведь большинство с дисциплинами ЕГЭ уже определились. Ждать ли сюрпризов в Северодвинске в нашем первом видеоматериале? Математика, русский язык, общество знания, история и английский. 11-классница Виктория Коряковская. Как и многие ее сверстники, готовятся к единым госэкзаменам. Даже занимаются с репетитором. О том, что вузы на днях скорректировали списки вступительных испытаний, узнала только от нас. Часть дисциплин в учреждениях страны поменялась, но направление подготовки ребятам уже не исправить. Заявки на ЕГЭ уже приняты. Конечно, это будет большой стресс и шок, наверное, если у меня изменят какие-то экзамены, основные, если говорить, то это будет большая проблема, честно сказать. Естественно, это зависит от меня. То есть, если я выбрала вуз, то что делать? Придется готовиться к выполнительному экзамену. По приказу министерства все поступающие должны теперь сдавать русский язык. Результаты ЕГЭ учитываются в университете. Вступительные испытания в этом году делятся на две части. Определенные приказом министерства и те, которые выбрали сами вузы. Приказ министерства вышел поздно, так что в Северном Арктическом Федеральном Университете решение о дополнительных дисциплинах принимали осторожно. Изменения были внесены только по шести направлениям подготовки. Там, где мы не могли этого не сделать и должны были дополнить перечень вступительных испытаний каким-либо предметом для того, чтобы выполнить приказ министерства образования. Изменения коснулись дисциплин, технологии художественной обработки материалов, журналистика, физкультура, адаптивная физкультура, педагогика, бизнес-информатика. В основном в качестве дополнительного предмета выбрали тот, который сдают все школьники в обязательном порядке, например, математику. А вот северодвинского филиала САФО изменения в этом году вообще не коснулись. Мы консерваторы, мы будем удерживаться старых правил. Нам главное увеличить количество студентов и качество. Вот наши главные задачи. Ничего изменяться не будет. Да и специальности остаются все те же самые. Вот так что только будем пытаться работать более организованно и эффективно. Значительные изменения вступительных экзаменов вузы готовят, но только на следующий год. Сейчас будущая студентка Виктория Коряковская выбирает между тремя университетами. Говорит, первое, что она сделает дома, это проверит перечни испытаний. Сергей Курбан, Денис Богданов, Вестник Северодвинска. И к другим темам. В Архангельске пройдет митинг в поддержку народа Украины. Депутаты областного собрания обращаются к жителям Поморья с просьбой оказать моральную поддержку соседней стране. Митинг в поддержку соотечественников на Украине пройдет на площади Ленина 10 марта в 17 часов. По данным Пресс-службы регионального отделения «Единая Россия», депутаты Поморья заявили о решительной поддержке действий президента и всего руководства страны, направленных на защиту жизни и безопасности граждан. Власти призывают россиян не оставаться безучастными к проблемам соотечественников. Под подозрение попала каждая третья пациентка, которая в феврале прошла маммографию. Таковы итоги месяца борьбы против рака. Сегодня их подвели медики и общественники. Специалисты призывают северодвинцев уделять больше внимания своему здоровью. Достаточно раз в год сдавать общий анализ. В последнее время этот маммограф у северодвинок пользуется небывалой популярностью. Если раньше в месяц обследовали около 380 пациенток, то за февраль больше полутысячи. Прибор работал в три смены и результаты обследований оказались тревожными. Только за один месяц, мы сейчас подвели итог, сегодня на 4 число, мы выявили 117 случаев заболевания молочной железы. 117 из 540. И почти 90% есть изменения в молочной железе. Ажиотаж вокруг маммографа, флюорографа и другого медоборудования – результат прошедшего в нашем городе месяца борьбы с онкологией. Его итоги сегодня подвели медики и общественники. С 1 по 28 февраля усиленную борьбу со страшным заболеванием вели все лечебные учреждения города. Были организованы различные приемы в поликлиниках, как усиленные приемы в доврачебных, в смотровых, в женских и мужских смотровых кабинетах. Также были усиленные дополнительные приемы врачей-онкологов, гинекологов. Более внимательнее и активнее смотрели участковая служба, женщин в том числе. В три единстве за месяц организовали три десятка встреч с пациентами, больных раком простаты, стомой, раком молочной железы. Для детей больных онкология собрали 327 тысяч рублей. А главный вывод месяца – онкозаболеваемость в нашем городе высока. Среди положительных тенденций выявлять его стали в два раза чаще и на ранних стадиях. До сих пор есть случаи, когда помочь уже поздно. Чтобы их было как можно меньше, специалисты советуют на сайте НКО29 пройти тест на онконастороженность. И пусть каждая женщина побежит по этим 11 вопросам, посчитает количество баллов. Это делается очень просто. И в преддверии 8 марта в очередной раз ответить на вопрос, насколько я необходима своей семье, насколько я значима для своей семьи. Несмотря на то, что месяц борьбы против рака позади, поликлиники продолжат работать в усиленном режиме. Например, в третьей поликлинике пройти маммографию можно с 8 утра до 7 вечера. Если вам или вашим близким установлен онкологический диагноз, позвоните, пожалуйста, к нам. Мы постараемся вам помочь. Анна Бибикова, Семен Самигулин, Семен Тарасов, Вестник, Северодвинска. В Поморье увеличится стоимость проезда на пригородных поездах. Самый дешевый билет будет стоить 20 рублей, а самый дорогой – 305. Ростарифов железнодорожники обосновывают высокой стоимостью аренды подвижного состава с экипажем, большими затратами на топливо и запасные части. В прошлом году в Поморье изменилась система определения стоимости проезда на пригородных поездах. Зонный тариф теперь разный на каждом участке маршрута. С 1 апреля проезд на каждом участке вырастет в среднем на 1 рубль, а протяженность самой дальней поездки по Архангельской области составляет 18 зон. Так что стоимость этого маршрута вырастет существенно. Напомним, после структурной реформы железной дороги пригородные поезда на особом контроле. В прошлом году по всей стране было отменено 100 маршрутов. С января 2014 года – 55. Планируется к отмене еще 159. Новые двери в общежитии получили студенты Архангельского техникума строительства и экономики. Ставили их лучшие плотники области. Накануне в столице Поморья подвели итоги профессиональных соревнований среди жилищников. На этом фото Николай Ермолин запенивает зазор, то есть демонстрирует свои практические навыки на конкурсе «Лучший плотник столер». За несколько часов специалист демонтировал старую и установил новую дверную коробку. А перед этим ответил на 40 теоретических вопросов. Причем такую задачу Николай сложной не считает. У меня в принципе одинаково было. Что теоретическое, что практическое. Почему? Не знаю. Работаю потому, что дома. Плотником в ЖИО Николай работает 13 лет. В этом году он вместе со своим коллегой Альбертом Золотухиным стали лучшими в Северодвинске. А на днях приняли участие в профессиональных соревнованиях в Архангельске. В тройку лидеров не вошли, зато оба получили пятый разряд. У нас ежегодно производится конкурс «Лучший по специальности». И вот Ермолин Николай Васильевич у нас занял первое место в этом году, в этом конкурсе. Поэтому мы его решили свозить на конкурс по северо-западному региону. Главным критерием оценки конкурсантов стало качество готовой работы, время выполнения задания и соблюдения правил техники безопасности. Оценивали участников специалисты Главного управления капитального строительства региона, преподаватели и мастера архангельских техникумов, а также реставраторы памятников архитектуры. Выявить победителя оказалось нелегко, так что итоги члены жюри подводили 4 часа. Участникам эта работа понравилась. Оценки были такие, что сотые баллы отделяли друг от друга наших всех специалистов. Там оценили первые три места и в конкурсе было указано, что первое место 30 тысяч, второе место 20 тысяч и третье место 10 тысяч. После вручения наград участникам столовой техникума устроили праздничный обед, а потом поход по музеям Архангельска. Но уже на следующие лучшие плотники вернулись обратно на свои рабочие места. Владимир Богомолов, Евгения Карелина, Вестник Северодвинска. Будьте в курсе всех событий города и области 24 часа в сутки. На 16-м канале в сети МТС и на 4-м в сети Ионид Телеком работает наш телеканал ГТРК. Твое родное телевидение. Ровно 40 лет назад на набережной Северной Двины в Соломбале присвоили имя Георгия Седова. Сегодня столетняя годовщина завершения его героической и трагической экспедиции на Северный полюс. Путешествие длилось два года до своей цели. Больному Цингой Седову с двумя матросами пришлось добираться на собачьих упряжках. Исследователь скончался среди льдов, похоронили его на острове Рудольфа. Ну а теперь о погоде. Прогнозами поделятся ведущие рубрики «Небесная канцелярия» Алена Землякова. В Северодвинск могут прийти мартовские морозы. Здравствуйте. «Небесную канцелярию» смотрите сразу после коротких анонсов. Далее в выпуске. Довели по телефону до банкомата пенсионеры. Перевели мошенникам сотни тысяч рублей. Аплодировали весь вечер стоя. Северодвинцев навестила Вика Цыганова. Удаление с поля и желтые карточки. Драматичный поединок устроили Севмаше Гудман МЧС. О мете и астропрогнозах расскажет вам «Небесная канцелярия». И вас приветствует наш спонсор «Такси Север». 6 марта по данным ГИС Метия в Северодвинске ночью ожидается 7 градусов со знаком минус. Днем температура поднимется до минус 2, облачный и небольшой снег. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня практически не изменится и к вечеру составит 772 мм ртутного столба. По словам астрологов, в четверг главное не потерять душевного равновесия. Есть опасность серьезных разногласий с коллегами и руководством, но здравый смысл не позволит ни одной из сторон довести дело до серьезного конфликта. В этот день можно браться за новые дела, но лишь в том случае, если вас поддерживают проверенные союзники. Но в любую минуту компанию составит наш спонсор «Такси Север». Деловые поездки, помощь при переезде, на свадьбе и корпоративе. Закажи «Такси Север» по телефону 50 0606 и получи у водителя дисконт на постоянную скидку. «Такси Север» всегда дешевле. А я желаю вам всего самого доброго и до встречи. «Такси Север» 50 0606. Езди дешевле. Закажи «Такси Север» и получи у водителя дисконт на постоянную скидку в 10 рублей. А также грузоперевозки, услуги грузчиков, заказ микроавтобусов, обслуживание свадеб и корпоративов. Звони 50 0606. 8 марта. Особенно актуальным становится вопрос, что же подарить любимым женщинам. Отличный, а главное, не банальный и полезный вариант – подарить что-то из новинок цифровой и бытовой техники. За идеями подарков мы отправились в цифровой супермаркет «ДНС», который расположен на третьем этаже торгового центра «Грант» в Северодвинске. Перефразирую Коко Шанель, у каждой девушки, женщины должна быть маленькая черная мультиварка. И вообще, если посмотреть, у нас достаточно большой выбор бытовой техники, то есть на самый изыскательный вкус от маленьких блендеров до микроволновых печей, пылесосов. То есть, пожалуйста, все это можно выбрать и подарить своей второй половинке. В цифровом супермаркете «ДНС» представлен поистине космический ассортимент цифровой техники по низким ценам. Ваша дама непременно оценит ультрамодный планшет, новый телефон или профессиональную фотокамеру. Продавцы-консультанты смогут подобрать подарок на любую сумму. С недавнего времени ассортимент «ДНС» расширился. Теперь вы можете купить здесь и бытовую технику. Особенной популярностью в преддверии праздника пользуются мультиварки, утюги, фены, чайники. Вы можете подобрать подарок даже для самой капризной дамы. Специально к празднику в «ДНС» проходит акция. Товары можно приобрести в рассрочку без первоначального взноса. Вы можете позволить себе все. Рассрочка – это отличная возможность купить сегодня, а заплатить потом. Вы оформляете товар в кредит и практически ничего не переплачиваете. То есть единственное, что 8% – это комиссия магазина за предоставление рассрочки. Это, пожалуй, самое лучшее предложение в городе. Помимо рассрочки у нас действует акция «Гарантия низких цен». Что это значит? Это значит, если вы нашли в каком-либо другом магазине товар, точно такой же, как у нас, но по сумме, по цене ниже, чем у нас, мы уравниваем цену и возвращаем вам еще 10% от разницы. То есть в любом случае в нашем магазине всегда будет дешевле. Кроме того, в интернет-магазине «ДНС» каждый сможет найти весь ассортимент техники, представленной в торговой сети. Товары можно заказать онлайн и забрать покупку в ближайшем цифровом супермаркете. Приходите в «ДНС» и выбирайте. Мы уверены, таким подарком ваша женщина точно будет довольна. 9 и 10 марта приглашаем на выставку продажи шуб от фабрики «Вятская пушнина» в НТЦ «Звездочка» с 10 до 19 часов. Действует акция. Принесите свою старую шубу и получите новую со скидкой. Кредит на месте без переплаты. Торговый дом «Калаш» радует огромным поступлением портьерных тканей. Уже в продаже новинки с текстильной выставки. Выбирайте эффектные модели из собственного каталога «Штор» от торгового дома «Калаш». Спешите в «Калаш». «Морской 56», «Гранд» и «Приморский 30». И в «Гаш». Скидки до 50% на ароматы весны. «Робизнесбанк». Наши кредиты уже выбрали миллионы россиян. Теперь у нас еще проще. Кредит народный. 53-95-95 Полезные подарки для любимых и близких уже в «Калаше». Яркие столовые наборы, изящные чайные сервизы, итальянские бокалы, керамические ножи и множество других приятных вещей, которые порадуют вас. «Калаш посуда», торговый центр «Гранд», «Морской 54» и «Приморский бульвар 30». Милые дамы, фабрика «Белка», город Киров поздравляет вас с 8 марта и открывает сезон скидок на шубы с 7 по 9 марта во Дворце молодежи «Строитель». В торговой сети «Пчелка» цены ниже. Грунт универсальный 6 литров. Всего за 33 рубля. Торговая сеть «Пчелка». В эфире «Вестник Северодвинска» и мы продолжаем. Северодвинские зрители аплодируют стоя отнюдь не на каждом концерте. Но выступление Вики Цыгановой в Центре культуры и общественных мероприятий получилось особенно особенное внимание. Своей песни исполнительница посвятила народу Украины и нашла поддержку в публике города Корабелов. На днях эту песню Вика Цыганова исполняла в Севастополе, а сейчас поет уже для северодвинцев. Концерт она посвятила украинскому народу. Это выступление назвать шоу нельзя. Во время патриотических произведений и романсов зрители аплодировали стоя. «Очень с удовольствием я слушаю и всегда вот душу моя переполняет гордость за Россию. Все ее песни, все буквально от самой простой, все вот эти годы, действительно, вот она говорит, два-двадцать лет, даже больше сколько она уже на сцене, действительно, она посвящена России. То есть то, чем мы живем, то, чем мы дышим русской землей, русским духом». «Радует то, что действительно в наших людях есть любовь, вера и надежда. Это радует. Это невозможно. Это, знаете, не сказки сказать, не пером описать. Так надо жить, чтобы это чувствовать. И вот это единение душ и сердец я сегодня ощутила. И я в этом ни секунду не сомневалась, что такой контакт будет. Потому что они мои, я их». На концертной площадке вместе с певицей и ее внук. На барабанах Леня играет как взрослый. И это в четыре года. Артистка признается, это заслуга супруга. Он планирует вырастить настоящего музыканта и окунуть его в мир шоу-бизнеса. Кстати, на концерт в этот раз приехали и зрители из Архангельска. Например, Ольга слушает песни Цыгановой с самого детства. «Мне очень нравится песня «Любовь и смерть». Я ее сейчас с удовольствием прослушала. Мы сами музыканты, мы поем и вот стараемся тоже включать в свой рибертуар и эти песни. Мне нравится, что патриотическая тема главенствует, потому что сейчас вот эти волны. Очень нравится голос, очень нравится сама артистка. Она просто великолепная, шикарная женщина, красивая. В Северодвинске Вика Цыганова уже в десятый раз. И это отнюдь не последний ее визит в город Корабелов, говорит певица. Она верит, своими песнями способны изменить жизнь людей, как на севере, так и на неспокойном сейчас юге. Александр Сенков, Семен Тарасов, Вестник Северодвинска. «Господа, наше время пришло. Посмотрите, что стало с Россией дня». 19-летнюю Архангелогородку подозревают в причинении смерти по неосторожности 11-месячному сыну. Молодая мать оставила его без присмотра в ванной. Ребенок утонул. Женщина пояснила, слив для воды не закрывала. Получилось на 10 минут. Затем обнаружила, слив перекрыт пробкой, а ванная наполнилась. О происшествиях в нашем городе смотрите в рубрике «Протокол». «Три пятерки уже вступали, это был классный. Знаете?» «Точно!» «Господа, на руку!» «Имони всем подразделениям! Огонь 7, я Гомель. Передайте информацию». Это лишь малая часть заявлений от пожилых северодвинцев, которые приняли в полиции. Все пострадавшие попались на удочку телефонных мошенников. Схемы похожие. «Мама, я попал в ДТП, нужны деньги?» Или звонят якобы из службы безопасности банка. «Мне написали по смс, что карта моя заблокирована. И пошли на банкомат и сказали нажимайте на такие номера. И все. А вы как дураки нажали на номера. И все свои деньги отдали. Все до копейки. Все до копейки». А на карте было 10 тысяч рублей. Сегодня заявление в полицию написала еще одна пенсионерка. Тем же способом она перевела мошенникам 99 тысяч. «Все время разговаривают. Они тоже хорошие психологи. Они понимают, что говорят. Доводят человека до банкомата. Проведите операцию. Они даже пожилые не понимают, что делают. Нажимают комбинацию, цифры. Только потом уже отслеживают, смотрят на смс сообщение, что на карте осталось всего 50 рублей». Полиции напоминают, если вы переживаете по поводу подозрительных сообщений о блокировке вашего счета, звоните не по указанному в сообщении номеру, а непосредственно в банк. Номер горячей линии указан на самой карте. И никогда не сообщайте по телефону информацию о вашем карточном счете. В лесу пропали 10 школьников. С преподавателем они отправились в поход по маршруту деревня Лая, станция Рикосиха. Несколько человек сломали лыжи, засветло до станции не добрались и заночевали в лесу. Когда стали заготавливать дрова, упавшим деревом придавило троих. Часть школьников отправились за помощью. В результате добрался только один. Спасатели сегодня провели масштабные учения. Три группы мы искали в разных местах. Масштаб поиска и площадь поиска огромен. Площадь поиска порядка 80 квадратных километров. Это, по сути дела, иголку в стогусе наискать. В лесу, тем более, искали полночи, в темное время суток. В операции участвовали областные спасатели, Мирненские, Госакваспас и Северодвинские специалисты. Задействовали полсотни человек, 9 единиц автотехники, 6 снегоходов и даже легкомоторный самолет. Поисковые работы длились около 14 часов. Закончились сегодня в 5 утра. Подведение итогов учения намечено на 6 марта, когда участники отдохнут. Сэкономил минуту, потерял бампер. Автор этого ролика теперь знает, почему происходит ДТП на одном из самых аварийно-опасных перекрестках города Труда Ломоносова. Водитель попытался проехать между рядов, чтобы стать первым на светофоре. Но затея оказалась неудачной. Без царапин не обошлось. Пусть в салонах обоих авто никто не пострадал, зато железным коням потребуется осмотр специалистов. Три пятерки вот отступали, потому что к вам смотрите. Так точно. Клубки за руку! Нимани всем подразделениям. Огонь 7, Ягомель. Передайте информацию. Такси Север 50 06 06. Езди дешевле. Закажи такси Север и получи у водителя дисконт на постоянную скидку в 10 рублей. А также грузоперевозки, услуги грузчиков, заказ микроавтобусов, обслуживание свадеб и корпоративов. Звони 50 06 06. Планируете поездку? Компания FlyNow. Бронирование авиабилетов на сайте или по телефону. Доставка. Компания FlyNow. Организация выгодных перелетов. Различные варианты маршрутов. Информационная поддержка. FlyNow. Мы сохраним ваше время и силы. Мы рады вам. Каждый день по новому адресу. Карла Маркса 9. Рядом с деловым центром Дельта. FlyNow. Мы по-прежнему рядом. Что подарить родным, друзьям, коллегам? Подарочный сертификат от газеты «Северный рабочий» – приятный и полезный подарок. Подарите близким возможность всегда быть в курсе событий. Наш адрес – улица Южная, 20. Телефон 56 27 83. «Северный рабочий» – 77 лет вместе с Северодвинском. Полезные подарки для любимых и близких уже в коллаже. Яркие столовые наборы, изящные чайные сервизы, итальянские бокалы, керамические ножи и множество других приятных вещей, которые порадуют вас. Калаш-посуда. Торговый центр «Гранд». Морской 54 и Приморский бульвар 30. Вестник Северодвинска о спорте. Накануне в спортзале «Северфок Севмаш» состоялась очередная встреча чемпионата города по мини-футболу. Соседи по турнирной таблице команды «Севмаш» и «Гудман МЧС» выдали эмоциональный и драматичный поединок за 60 минут. Зрители увидели желтые карточки, удаление с поля и 15 забитых голов. В магазине «Спорттовары» распродажа. Скидки до 50% на всю зимнюю коллекцию и зимний инвентарь. Патрушки, лыжи, коньки, спортивная зимняя обувь и зимние костюмы. Полезные подарки к празднику помогут милым дамам стать красивыми и стройными. Обручи, диски, здоровья. Разноцветные коврики для фитнеса и йоги. Новое поступление обуви и одежды от известного японского бренда «Асикс» порадует вас своим качеством и удобством. «Спорттовары». Время готовится к лету. В первом круге чемпионата города команды «Севмаш» и «Гудман МЧС» сыграли в ничью. Перед этим противостоянием «Гудман» находится на третьей позиции. «Севмашу» для продолжения борьбы за медали нужна была только победа. В стартовом отрезке игры «желто-зеленые» оказались более успешны, чем соперник. В дальнейшем «Севмашицы» выровняли игру, но из-за своих же ошибок пропустили два гола. 2-4 соперники ушли на перерыв. Начало второго тайма осталось за футболистами «Севмаша». Они завладели преимуществом и сократили счет. «Гудман» играл вторым номером и результативно действовал на контратаках. Под занавес матча «Севмаш» остался в меньшинстве. «Гудман» смог оторваться на три мяча. «Севмашицы», несмотря на усталость, навязали борьбу и ответили двумя забитыми голами. Свисток суди застал футболиста в черной форме в атаке. 7-8 – боевая победа «Гудмана». «Матч был очень тяжелый, команда «Севмаш» боролась до конца. В некоторых моментах они даже могли сравнять счет и вообще выиграть. Но мы постарались и сделали результат». «В конце немного очухались, уже стали забивать, начали появляться моменты. А так игра абсолютно равная, то есть нам, можно сказать, немного не повезло с реализацией. Я считаю, все игроки сыграли достойно». «По судейству нет вопросов?» «Ну что, судейству не будем чекать». Эта победа подняла команду «Гудман МЧС» на второе место. Правда, у главного конкурента «Дружины наука» одна игра в запасе. Константин Мухин, Владимир Богомолов, Вестник, Северодвинска. Тем временем в городе продолжается спартакиада школьников. На стадионе «Северфокси» в «Маш» на протяжении трех дней больше 600 детей соревновались в лыжных гонках. Соперничество прошло в личном и командном зачете. Лыжный этап спартакиада собрал лучших школьников города. В командном зачете среди первых-четвертых классов золото у шестой школы. В личном зачете победили Денис Просковин и Виктория Дранишникова. Среди пятых-восьмых классов самой быстрой стала восьмая гимназия. В индивидуальном зачете золото у Юрия Попова и Анны Петуховой. Среди старшеклассников победила команда школы номер шесть. В личке отметились Никита Ляхов и Елена Соловцева. Все золотые призеры 17 марта примут участие в областных соревнованиях по лыжным гонкам в Онеге и на базе Малиновка. На сегодня это все новости, но не переключайтесь. Сейчас в рубрике «Служба народных новостей» северодвинцы поделятся своим мнением о ситуации, которая сложилась на Украине. Обо всем интересном, что происходит рядом, пишите нам телефон для сообщений 8-911-550-3008 или звоните номер 50-3008. А я напоминаю, наши новости вы можете смотреть на канале «Звезда» и на первом круглосуточном телеканале Северодвинска ГТРК. Я с вами прощаюсь, смотрите нас и все узнаете первыми. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Без смертей, без... Всего хорошего, короче». Переживаю за них, конечно, за всех. У меня тоже родственники из Донецкой области. Так что, хотелось бы, чтобы у них там все поскорее наладилось. Я бы хотела, чтобы они всегда знали, что Россия – это их дом тоже. И чтобы они чувствовали нашу поддержку. И знали, что мы всегда их поддержим. И будем всегда рядом, и будем всегда за них. Думаю, что все будет нормально у них. Потому что, судя по тому, что происходит сейчас... Ну, поддержка России, конечно, очень важна. Она уже происходит. Наш президент, он, по-моему, показал, что он может помочь братскому народу. И думаю, что все будет хорошо у них. Пусть держатся, крепятся, что я могу еще им пожелать. Я думаю, что все равно все войны проходят. И у них тоже все наладится. Я лично считаю, что украинцы – это наша, такая же страна, как и мы. Мы должны поддерживать их всеми нашими силами, чтобы эта страна была такой же сильной державой, как и мы. Чтобы они были все вместе. То есть, вместе же раньше все были. Одним целым, едины, правильно? То есть, так же и должны все быть. Я бы, наверное, пожелал им терпения, наверное, какой-то вот надежды, чтобы они знали, что люди здесь, мы за них тоже очень переживаем. Это самые старые, малые, все интересуются. Распечать приглашает жителей и гостей города в свои киоски. Для вас широкий ассортимент печатной продукции и канцелярских принадлежностей, а также сувениров с символикой города. В каждом киоске можно подключиться к оператору связи Теледва, купить проездные билеты и оформить подписку на городские газеты. Распечать. Всегда рядом. Удобный, комфортный текстиль, создающий домашний уют и тепло. Различные комплекты для детей и взрослых из мягкой дышащей ткани. Поплина, шелковистого легкого воздушного сатина, традиционной бязи. Одеяло из бамбука и овечьей шерсти абсолютно экологичны. Удобные подушки с искусственными заменителями пуха или бамбуковые, гипоаллергенные. И, что немаловажно, принимающие удобную для головы форму. Также здесь вы найдете модные лоскутные покрывала. Выставка постельного белья пройдет с 3 по 7 марта в Центре культуры и общественных мероприятий. Вот, батюшка. Душу губы. Опять полказны за царские палаты отдать придется. Ты ведь премудрая. Делать то что? Шел бы ты, батюшка, в архпромкомплект за счетчиками. Не царское это дело. Царское не царское, а цены там сказочные. Казну-то пожалей. Во всех магазинах архпромкомплект просто сказочные цены на любые приборы учета. Архпромкомплект с нами казна. Целее. В магазинах шик новинка. Дезодорант-крем Гарниен Нео препятствует потоотделению и ухаживает за кожей. Всего за 162 рубля. Принимаем заявки на тюльпаны. Мужчины. Позаботьтесь о любимых заранее. 920-448. Специально для милых дам. В день 8 марта на сцене драматического театра выступит известный итальянский тенор Кристиано Панико. Справки по телефону с мобильного 47 11 80. Спонсор прогноза погоды – Ивановский текстиль. Удобный, комфортный текстиль, создающий домашний уют и тепло. Различные комплекты для детей и взрослых из мягкой дышащей ткани. Поплина, шелковистого легкого воздушного сатина, традиционной бязи. Одеяло из бамбука и овечьей шерсти абсолютно экологичны. Удобные подушки с искусственными заменителями пуха или бамбуковые, гипоаллергенные. И что немаловажно, принимающие удобную для головы форму. Также здесь вы найдете модные лоскутные покрывала. Выставка постельного белья пройдет с 3 по 7 марта в Центре культуры и общественных мероприятий. Северодвинск В четверг 6 марта в Северодвинске ожидается ветер западный, юго-западный, умеренный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать и к вечеру составит 769 миллиметров ртутного столба. Пасмурно, небольшой снег. Тип погоды второй благоприятный. Температура ночью минус 6-7, днем от 0 до 3 градусов мороза. Спонсор прогноза погоды – Ивановский текстиль. Удобный, комфортный текстиль создает домашний уют и тепло. Выставка продажи пройдет с 3 по 7 марта в Центре культуры и общественных мероприятий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok